В штате Миннесота 609,5 балла. Харрис отправляет это сообщение на Икс. Если у вас есть возможность, внесите пожертвование в фонд Свободы Миннесоты, чтобы помочь внести залог за тех, кто протестует на местах в Миннесоте. Благодаря продвижению Харриса, группа, как сообщается, собрала 35 миллионов долларов всего за несколько недель. Дарника Флойд обвиняется в убийстве второй степени за то, что зарезала своего друга. И она тоже вышла из тюрьмы. В настоящее время дважды судимому насильнику предъявлены обвинения в похищении людей и сексуальном насилии, и он выходит на свободу. Фонд Свободы собрал пожертвования, когда его продвигали многие, в том числе нынешний вице-президент Камала Харрис. Шон Майкл Тилмант застрелил пассажира на железнодорожной платформе после того, как по сообщениям был освобожден из тюрьмы за три недели до этого. Все это благодаря Фонду Свободы штата Миннесота. Донни Бен Бун было предъявлено обвинение в том, что она ворвалась в дом своей очередной подружки и задушила ее. Фонд Свободы внес за него залог в размере трех миллионов долларов наличными, и с тех пор он не появлялся в суде. Я часто даже не вникаю в детали обвинения, когда беру кого-то на поруки. Прокурор округа Хеннипин обратился в Фонд Свободы штата Миннесота за то, что ранее он дважды освобождал Мосли из тюрьмы под залог, несмотря на то, что его арестовывали за ношение оружия в здании суда. Фонд Свободы штата Миннесота, который выплачивает денежный залог за преступников с низкими доходами, выплатил Тиму все 10 долларов без учета залога наличными. 11 дней спустя полиция обнаружила в этом переулке мужчину с кровоточащей головой и ушами. Полиции удалось арестовать Тимса в связи с этим жестоким нападением. Говард был арестован и обвинен в убийстве второй степени. Миннесотский Фонд Свободы признал, что поддержал освобождение Говарда под залог.